Время пандемии 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 У меня в тот момент возникла идея, а давай мы попробуем тебе привлечь миллион инвесторов по 300 долларов. То есть вот такая простая идея, не искать инвесторов на 300 миллионов долларов, а собрать миллион инвесторов по 300 долларов. Соответственно сейчас прошло это время, эти деньги собраны, этот продукт создан. Но в тот момент на этапах создания я понял следующее, что возможно таких людей не один, возможно таких людей больше. И вот тут начинается та история СССР или история про потенциал человечества, который был создан и взращен в то время. Старшее поколение знает, что такое СССР, но большинство из тех, кто смотрит эту трансляцию, это молодое поколение и не знают о том, что было до этого. Я прям очень коротко расскажу, что такое было СССР и какие достижения он создал. Вообще СССР это была одна из двух сверхдержав, которая существовала какое-то время назад. Во время СССР занимала одну шестую часть суши. Большая часть достижений науки и техники, которыми мы пользуемся сегодня, была создана именно в то время. Ну например освоение космоса, выход человека в космос, вообще организация всей вот этой ракеты космической отрасли. На земле это энергетика, это атомная энергетика, это первые атомные электростанции, это первые промышленные атомные ледоколы, это атомные подводные лодки. В сфере медицины даже изобретение пенициллина это тоже заслуга Советского Союза, это спасло миллионы жизней. Откуда это все? Как все это было? СССР была величайшей страной и практически треть своего бюджета она тратила на науку, образование и просвещение. Что это позволяло создавать? Это позволяло каждые 10 дней создавать 15 предприятий, не просто бизнесов. Для современного мира возможно 15 бизнесов это какая-то простая цифра. А технологических предприятий, производственных предприятий каждые 10 дней 15 единиц. В итоге в СССР было 31 тысяча промышленных предприятий. Наука СССР развивалась невероятными темпами. Людей, вот опять же сейчас эта цифра наверное звучит не очень ярко, но в СССР было 12 миллионов человек с высшими образованиями. И более миллиона людей, ученых, работающих в научно-технической сфере. Мы достали вот такие вот документы, кому нужно мы их скинем поподробнее посмотреть. Но это цифры о том, сколько денег в абсолютном значении выделялось на развитие науки. Если перевести данные рубли по современному курсу и в доллары, то выходит, что в СССР в год тратилось 27 миллиардов долларов на науку. Это только в одной стране. Чтобы вам было на что переться, я скажу следующие цифры. Сейчас во всем мире на науку тратится порядка 30, в максимум 40 миллиардов. То есть один СССР 27 миллиардов 50 лет назад и сегодня весь мир 30-40 миллиардов. Вот такое вот было распределение, когда шла гонка прогресса, так скажем, СССР и США. Вот так вот конкурировали. К сожалению, сегодняшняя ситуация достаточно плачевна. Объемы финансирования на науку и развитие упали в десятки раз. Но здесь есть одна очень тонкая вещь. Огромная страна выделяла до третьего бюджета в течение более 50 лет на создание научной сферы. Это породило огромное количество высокообразованных интеллектуалов со светлыми целями и добрыми помыслами. И несмотря на то, что эта система рухнула, эти люди остались. Как это ни странно, но люди остались. Это как олимпийские чемпионы, которые всю жизнь тренировались, которые говорили, просто бегай, просто создавай этот продукт, просто делай что-то самое лучшее в мире. Мы будем тебя кормить, одевать, обувать. У тебя будет машина, жилье, соцпакет. Просто делай то, что ты делаешь лучше всех. Но потом эта система не стала. Но люди остались. И у людей остались их награды, у людей остались их разработки. У людей остался тот потенциал, который был зарожден и который страна, весь мир, можно сказать, создала. Таким образом, получается, что мы не имеем системы, позволяющей этим продуктам проявляться в свет. Но мы имеем этих людей, эти продукты. К сожалению, да, к большому сожалению, часть из них действительно уже ушли из жизни. Часть из них переехала в другие страны. Но с нами на связи, и они есть, достаточное количество таких людей, которым мы решили помочь. Именно вот эта идея реализации накопленного научного потенциала, его монетизация и выход в свет продуктов, созданных этими людьми, это и есть основная идея и то, что лежит в основе компании Solar Group. Мы все вместе объединяемся, мы собираем по тысяче долларов с тысячи людей, и у нас получается миллион долларов. Мы строим предприятие, это предприятие производит уникальный продукт. Мы обеспечиваем сбыт этого продукта через эту же сеть инвесторов, потому что тысячи людей, которые дали по своей тысяче долларов, это те же клиенты, которые гарантированно делают предприятие успешным. Они заинтересованы в том, чтобы продукты этой компании продавались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова